МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детство и жизнь, опалённое Второй мировой войной. Сегодня в студии мы говорим о детях войны и узниках нацизма, исторической справедливости и памяти потомков. Итак, гости в студии. Председатель управления Международного общественного объединения взаимопонимания Анжелика Аношко. Здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела международных связей Гомельского государственного университета имени Франциска Скарины Александр Грохотский. Добрый день. Добрый день. Начальник управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. исполкома Галина Мороз. И снова здравствуйте. Здравствуйте. С нами на связи из Италии в онлайн-гостиной «Беларусь-4» помощник руководителя и первого основателя общественного объединения бывших узников нацизма партизанского района города Минска Анна Лаврович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рада приветствовать вас. Известный факт – в огне Второй мировой войны не стало каждого третьего жителя мирной Беларуси. По понятным причинам эта катастрофа не могла не повлиять на мировоззрение поколений, в том числе и поколения, живущие спустя 75 мирных лет. Конечно. События Великой Отечественной войны для беларусов и для современного поколения нашей страны – это по-прежнему живая память. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что нет ни одной семьи в Беларуси, которую эта трагедия не затронула бы. Поэтому, когда мы говорим о войне, мы всегда говорим о живой, о семейной памяти. Чтобы понимать, что чувствовали и что переживали люди в то время, давайте посмотрим воспоминания об украденном военном детстве бывшей узницы, первого руководителя общественного объединения бывших узников нацизма партизанского района города Минска Регина Александровна Лаврович. Внимание на экран. Я жила в деревне Совет-Любанского района. У нас была большая партизанщина. В нашей деревне был штаб партизанского соединения имени Кирова. И нашу деревню немцы взять не могли. Они бомбили пять раз. И мы в 43-й год жили в лесу, выкопанные землянки, и мы жили в лесу. Когда началась блокада, был мороз, и потом мы все-таки сдались немцам. Нас окружили. Я была не одна, не одна семья. Это большой лагерь такой был. И нас заперли в колхозную пуню, где хранили солому и сено. На ночь сказали, что если хоть один выстрел партизанский будет, нас сожгут. Стояли кругом пулеметы, и так мы провели ночь. После этой ночи нас отправили в лагерь в старые дороги. И там через некоторое время начали сортировать людей, кого отправлять обратно в деревню, а кого оставлять в лагере. И во время сортировки меня немец от мамы отделил и выбросил в другую кучу. Так мне шел 12-й год, и я осталась одна. Это началась моя взрослая жизнь. А потом 16 суток нас везли через всю Европу, Польша, Германия, Бельгия, Франция. И вот представьте себе, это где-то в это время, в июне месяце 44-го года, я стояла одна совершенно одинокая и больная девочка на берегу Ла-Манша. За моей спиной была Англия. И в это время шла эвакуация этого концлагеря, концлагеря Рахинал, потому что уже ждали высадку союзников. Меня, как очень больную, закинули на машину, и я так попала на вокзал, а потом нас привезли под Штутгарт. И я попала в санитарный барак. В бараке мне поставили туберкулез. И ко мне уже приходили прощаться мои товарищи, с которыми я была в бараке. Потом нас перевезли еще больше в углу Германии, в город Сыках. Нас освободили американцы. Начался поход из лагеря в лагерь, из лагеря в лагерь. Но домой я добралась только где-то в сентябре. Когда я приехала домой, меня дома ждал еще больший ужас. Отец погиб на фронте. Сестра умерла. Все имущество пропало. Ничего не было. Что было сожжено, что разграблено, у нас был полный ноль. Полный. Страшная, действительно страшная история. И страшная она в том числе и тем, что была типичной для того времени. За время работы с бывшими узниками я услышала действительно очень много разных историй. И то, что говорит сейчас Регина Александровна, она говорит очень аккуратно, очень корректно. На самом деле, когда с этими людьми разговариваешь один на один, вживую, очень часто приходится слышать истории просто душераздирающие. Когда человек открывается и рассказывает, что же на самом деле происходило. Ну, первое время я просто не могла спать по ночам. Это были ужасные вещи. И мне потребовалось определенное время, чтобы как-то научиться абстрагироваться от этого, как-то защищаться. Конечно, это типичная история, которую могут нам поведать тысячи белорусов. 700 тысяч советских военнопленных были уничтожены на нашей земле. По разным подсчетам, от 500 до 800 тысяч евреев были уничтожены в Беларуси. 380 тысяч граждан страны были угнаны на принудительные работы. Где-то 340 тысяч белорусских крестьян стали жертвами антипартизанских акций в Беларуси. Поэтому это действительно очень суровая и трагическая история. Кого отлавливали нацисты прежде всего? Ну, здесь нужно очень четко расставить акценты. Два народа, которые проживали на территории Беларуси, евреи и рома, были обречены на абсолютное уничтожение, на смерть. Проводился целенаправленный геноцид евреев и ром. В отношении белорусов и других народов, которые проживали на нашей территории, поляков, русских, украинцев и других, действовал режим террора. Когда за любую провинность, за любое проявление нелояльности человека могли отправить в концентрационный лагерь, либо и вовсе убить. Отдельная категория, о которой не так часто говорят, душевнобольные люди. Да, это еще одна категория жертв нацизма. Согласно нацистской идеологии, душевнобольные люди признавались бесполезными едоками. То есть людьми, которые сидят на плечах у немецких трудящихся и недостойны для того, чтобы продолжать свой род и засоряют генофонд наций. С 1940 по август 1941 года в Германии проводилась программа принудительной эвтаназии, которая унесла жизни около 70 тысяч душевнобольных. И когда нацисты пришли на нашу землю, то здесь они осуществляли, по сути, то же самое. На территории Советского Союза было уничтожено примерно 20 тысяч душевнобольных. И в Беларуси мы встречаем это повсеместно. Это и уничтожение практически всех пациентов Могилевской психиатрической клиники. Это более тысячи человек. Это уничтожение душевнобольных в Минской клинике в Новинках. И в огромном количестве других и малых городов. В том числе, например, в Червине такая же трагедия произошла в 1941 году. Почему люди в советское время чаще всего замалчивали факты нахождения в военной Германии? Это было связано с особенностями сталинского режима. Когда бывшие советские военнопленные, острбайтеры, возвращались домой, их ожидала довольно нелегкая история. Часть из них прошли через так называемые фильтрационные лагеря. Но, учитывая, что 340 тысяч белорусских граждан побывали на принудительных работах в Германии, конечно, всех в лагеря загнать было нельзя. Но с ними очень тщательно работали сотрудники НКВД. Спрашивали у них о том, чем они занимались на вражеской территории, почему там оказались и так далее. И, конечно, это было травмой серьезной для людей, которые пережили однажды ужасы нацизма и потом вот на родине столкнулись с такими трудностями. И еще о дыхании. У твоего времени воспоминания Регины Лавровича. Давайте посмотрим. Я, например, вышла замуж, каюсь перед своим мужем. Я 25 лет жила с человеком, не рассказав ему, что со мной было в детстве. Я просто не могла открыть рот, потому что мать моя поставила меня на колени перед портретом отца и сказала, поклянись, что ты никогда, никому, нигде не расскажешь, что была в Германии. Так я и жила. И так жила не только я. Понимаете? Вот. Я уже сказала, что я проработала на своем заводе 33 года. Рядом со мной работали люди, которые тоже были в Германии. И мы ни разу, у нас ни у того, ни у кого не возникло что-то сказать про то время. И я начала говорить только тогда, когда пришло время идти на пенсию. Думаю, должна же я рассказать, черт побери. Анжелика, как вы включились в эту тему и проблемы жертв нацизма, как понимаю, профессия привела? Не поверите, совершенно случайно, но в нашей жизни случайного, наверное, ничего не бывает. Случайность и не случайность? Да, да. 94-й год. Я в неполных 23 года после университета в поисках работы. Я обратила внимание на название какого-то странного фонда взаимопонимания и примирения. И скорее из любопытства приехала поинтересоваться, что же это за финансовая организация с таким романтическим названием. И как выяснилось, это был фонд, который был образован для выплаты финансовой помощи бывшим узником нацизма. Но я просто не могла пройти мимо. Мне было это очень интересно, мне была очень интересна эта тема. Тогда об узниках все мы знали еще очень мало. А в начале 90-х о теме стали говорить под другим соусом более свободно. Как можно описать то время? Я застала тот период, когда фонд только образовался, и я видела эти огромные очереди, я бы сказала, даже толпы людей в помещении фонда, которые приносили документы, либо приходили за помощью в поиске документов, чтобы получить компенсации. Понятно, что для них эти денежные выплаты имели огромное значение, потому что в 93-м, 94-м году, да и чуть позже, все мы жили в не самых лучших условиях и не лучшим образом финансово были обеспечены. И они рассказывали. Знаете, было такое ощущение, что люди просто вот происходит какой-то взрыв. Люди приходят, и они не могут наговориться, они не могут выговориться. Прошло два десятка лет. Что поменялось в задачах и проектах организацию сегодня? Ну, сегодня это уже совсем другая организация. Это уже не Белорусский республиканский фонд взаимопонимания и примирения. Это общественное, международное общественное объединение взаимопонимания. Но была группа людей, для которых эта тема оказалась просто вот на всю жизнь. И эта группа людей после окончания финансовых выплат решила, что мы не можем просто так эту тему оставить. И мы образовали общественное объединение, которое продолжило работу в интересах бывших узников. под брендом взаимопонимания. Мы хотели сохранить вот эту связку, вот эту нить с прошлым фондом. Ну и кроме того, хотелось оставаться понятными людям. Поэтому это был в какой-то степени это был даже, наверное, наш сигнал бывшим узникам и другой части общества о том, что мы продолжаем эту тему. Международное общественное объединение взаимопонимания. С 2009 по 2020 годы при поддержке немецкого фонда FAUZ «Память, ответственность, будущее» реализовано 160 проектов, направленных на поддержку бывших узников национал-социализма и повышение качества жизни пожилых людей. Общая сумма финансирования около 3,5 миллионов евро. Государственными организациями реализовано 39 проектов, негосударственными 121 проект. Из них в Гомельской области 17 проектов, 2 в государственных и 15 в негосударственных организациях. Мой вопрос в онлайн-гостиную «Беларусь-4» Анни Лаврович. Анна, подключайтесь к разговору. Вы стояли у истока в организации «Доля». С чего все начиналось? Давайте вспоминать. Вы знаете, с чего все начиналось? Начиналось с того, что возникла инициативная группа пожилых людей. Это были в основном такие люди, как моя мама, которые только что вышли на пенсию. Они объединились и в 1995 году, уже очень давно, создали общественную организацию. Назвали ее «Доля». Это было очень символично. В первые годы организации было работать достаточно тяжело. У них не было знаний, не было ресурсов, не было признания. И можно сказать, что они работали на голом энтузиазме. Но постепенно все пришло. Надо сказать, что организация получила поддержку от администрации района, партизанского района города Минска. Налаживались связи. В частности, можно сказать, о территориальном центре социального обслуживания населения партизанского района. выстраивалась социальная сеть. И организация первоначально объединила 660 бывших узников нацизма. Особенностью этой организации было то, что она никогда не делила узников на категории. Ее членами были как малолетние узники фашизма, так и люди, угнанные на принудительные работы. Было нужно очень много терпения для того, чтобы собрать всех. Люди сначала приходили за финансированием, финансовой помощью. Но затем у организации появилось свое помещение, и это было очень важно на самом деле. Место, где они могли собираться. Это было полуподвальное помещение, но на протяжении многих лет каждый день по вторникам туда приходили члены организации. Они пили чай, они общались, туда же приходили волонтеры, о которых я тоже могу вам рассказать подробнее. Таким образом создавался достаточно тесный круг людей. Они начали заниматься волонтерской работой и взяли на опеку пожилых членов организации, то есть людей более старшего возраста. Я понимаю, что организация стала новым смыслом жизни для большого количества пожилых людей. Мы сегодня уже слышали воспоминания об украденном детстве от вашей мамы. Ваш вклад в создание организации это своего рода долг благодарной дочери? Это одна из причин. Но другая причина еще заключалась в том, что в те годы я работала в Белорусском государственном педагогическом университете. Я работала заместителем декана факультета социально-педагогических технологий. И это факультет, который готовил социальных педагогов и социальных работников. И безусловно, это были как раз те ребята, которые могли включиться в оказание помощи пожилым людям. Многие из наших студентов стали волонтерами этой организации. Они создали свою волонтерскую группу, которая называлась, они сами назвали «Вместе» и работали под девизом «Помним о прошлом, заботимся о будущем». На протяжении семи лет ребята приходили в организацию, они приходили по вторникам. У каждого из них был свой подопечный. Они посещали дома пожилых людей. Они также участвовали в организации, в клубной работе, потому что была развернута очень серьезная клубная работа на базе территориального центра социальной защиты населения партизанского района. С помощью наших волонтеров нам удалось собрать около 50 историй бывших узников фашизма, членов организации и затем опубликовать их. Анжелика, недаром мы взяли в качестве примера организацию под названием Доля. Все-таки в Беларуси немало сегодня общественных объединений, которые занимаются этой темой. Какие бы выделили? Вы знаете, это неблагодарное дело выделять из общественных организаций кого-то. Только в городе Минске зарегистрировано по-моему 15 организаций общественных. Это и республиканские организации и вот такие небольшие организации одного района города Минска, как, например, общественное объединение Доля. Я не могу не выделить, наверное, Долю, но выделить может быть не очень правильно, но как раз в контексте сегодняшнего разговора это очень важно. Ведь именно организация Доля, одна из самых маленьких в Беларуси, самая первая, начала проектную работу. Я не знаю, сделали ли они это осознанно, понимая важность такой работы или просто финансовые выплаты они делать не могли и делали то, что могли. Мне сегодня сложно рассуждать, но то, что эта организация сделала огромный шаг для развития работы не только с узниками, но и в принципе с пожилыми людьми, это абсолютно правда, это неоспоримо. То есть проектная работа, другими словами, дала новый толчок активной жизни пожилых и часто одиноких людей. Не только активной жизни. Знаете, эта работа дала больше понимания вообще сути вот этой трагедии их судьбы, потому что в рамках, мне сложно, наверное, это так в двух словах объяснить, но на самом деле посмотрите, вот Анна говорит о клубной работе. Какая простая вещь, люди просто собирались вместе, но они собирались регулярно, они собирались даже не имея для этого денег, они собирались просто для того, чтобы говорить, 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 говорить. Естественно, я больше чем уверена, что о том, что происходило с ними во время войны, они говорили больше всего. И это помогало им пережить все вот эти прошлые годы, когда они сначала страдали, потом были вынуждены молчать. Вот эта возможность разговаривать друг с другом давала им ощущение, наверное, некоего единства, некой силы, и давала возможность переживать ту травму, от которой они страдали всю свою жизнь. Галин, подключайтесь к разговору. Сколько сегодня в Гомельской области узников мест принудительного содержания? На сегодняшний день всего таких людей с таким статусом у нас 2620 человек. Что говорит белорусское законодательство о несовершеннолетних и совершеннолетних узниках? Кто из них имеет право на льготы? Ну, льготы имеет и та, и другая категория. Если говорить из таких основных как бы дотаций, то это, конечно же, надбавка к пенсии, к основному размеру пенсии, которая составляет сегодня 25 бюджетов прожиточного минимума, ну, а если в рублях, то это 61 рубль 70 копеек. Значит, второй немаловажный факт, как я полагаю и считаю, то это медицина. то есть в первоочередном порядке они могут обслуживаться учреждениями здравоохранения и в первоочередном порядке проходить госпитализацию. Отдельно несовершеннолетние узники имеют у нас право на 50-процентную скидку с проезда на воздушном, водном, транспорте, также и на международных сообщениях. Вот один раз в год туда и обратно. Но есть маленький нюанс, который вот как раз таки люди иногда и не понимают, что для того, чтобы получить вот эту льготу, надо обязательно обратиться за таким талоном в наше учреждение социальной защиты. И тогда, конечно, эта льгота будет работать. Например, если тот же узник будет у нас являться инвалидом первой или второй группы, он может воспользоваться на общих основаниях такими льготами, как льгота на лекарства, льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, на проезд в городском транспорте и так далее. Какие выплаты свидетели войны получили в 2020-х, год 75-й годовщины Великой Победы, и есть ли среди них узники? Да, главой государства был подписан указ, который к 75-летию предусматривал единовременную материальную помощь для отдельных категорий граждан. Такую помощь получили, как герои Советского Союза, участники инвалидов войны и в том числе и узники. Если говорить об узниках, то размер выплат составил 700 рублей. Мы уже говорили, что в советское время люди неохотно афишировали факт нахождения военной Германии. В 90-х и далее желающих факт подтвердить статус узника стало намного больше. Что сейчас? Я хочу сразу сказать, что все те люди, которые хотели утвердить и подтвердить этот статус, они сделали еще это в советские времена. Сейчас же встречаются единичные случаи буквально, когда люди приезжают из других государств на нашу территорию. И вот здесь, конечно, возникает вопрос. Да, у них выдано удостоверение узника, но не все они действуют на нашей территории. Законодательство сегодня таково, что если удостоверение было выдано до 1 января 92-го года, тогда граждане, приезжая к нам, имеют право на все льготы, которые предлагает наше государство. Если же удостоверение было выдано после 1 января 92-го года, вот здесь возникает вопрос. Здесь, тогда они не имеют права на льготы, которые установлены в Республике Беларусь. И тогда они в праве обратиться, собственно говоря, обращаются в органы социальной защиты с заявлением, с пакетом определенных документов для того, чтобы рассмотрели все эти документы и тогда установили либо не установили статус узника и выдали уже удостоверение нашего образца и принимают решение в каждом конкретном случае. Это комиссия, которая действует во всех районах. И буквально тезисно, буквально коротко, какие вопросы сегодня являются наиболее распространенными в тему эфира и ваши адресы в адрес ваших коллег. Как правило, это вот эти обращения от граждан, которые приезжают к нам из других государств. Они обращаются по вопросу установления статуса, положен, не положен, какие нужны документы, куда надо обращаться. И в принципе, хочу сказать, что эти вопросы решаются довольно быстро и, как правило, в положительную сторону. Я немножко не соглашусь с тем, что основная масса узников подтвердила свой статус еще при Советском Союзе. На самом деле, в 88-м или 89-м году, я не помню точно, началось движение бывших несовершеннолетних узников. И вот они, да, они тогда уже стали собираться вместе, встречаться на базе, по-моему, Белорусского детского фонда, по-моему, так. Но основная часть бывших узников занялась подтверждением своего статуса все-таки уже в 90-е годы. И еще была следующая волна, такая большая, активная, в начале 2000-х, когда образовался в Германии фонд памяти ответственности будущие. И начались компенсационные выплаты бывшим узникам нацизма. Вот тогда, да, и в Австрии образовался фонд, который выплачивал компенсации. И вот тогда действительно пошла волна очень большая, повторная. И я должна сказать, что в нашей базе данных бывших узников значительно больше, чем на учете в органах социальной защиты. Почему? Потому что просто выплаты производились большему количеству категории узников. То есть у нас... Ну и критерии, наверное, у государства более жесткие. подходы к доказыванию у немецкого и австрийского фондов были значительно мягче. Поэтому, конечно же, те люди, которые не могли по каким-то причинам найти свои архивные документы, подтверждающие их статус, они могли прибегнуть к свидетельским показаниям, в том числе в суде, не только в комиссии по назначению пенсии, и подтвердить таким образом. Фонд австрийский и фонд немецкий принимали также просто воспоминания. Они даже на основании оценки воспоминаний человека, насколько детально все описано и правдоподобно, могли принять решение, что да, компенсацию ему нужно выплатить. Ну и опять же, был еще такой принцип действовал, лучше выплатить тому, кто не был, не пострадал, чем отказать тому, кто действительно пострадал. Вот, кстати, в тему воспоминаний, которые действительно ценны с каждым следующим днем, годом и так далее. Я знаю, что еще в 2011 в Гомельском госуниверситете начали сбор воспоминаний бывших узников. К чему привела эта работа? Это был совместный проект Гомельского государственного университета и Гомельской областной общественной организации социальные проекты. И вот результатом этого проекта стала вот такая книга, называется она «Бывшие узники и волонтеры. Диалог во имя памяти». Проект этот носил две основные цели. Первая цель это, конечно, научное и обучающее. То есть студенты учились собирать интервью, работать с методами устной истории, сохранять память и фиксировать ее. Второй очень важный аспект этого проекта это был и социальная его составляющая, диалог поколений, когда молодые ребята, студенты, волонтеры должны были наладить дружеские отношения с малолетними узниками, с людьми уже пожилого возраста, войти с ними в контакт, где-то помочь им, просто выслушав, либо оказать им какую-то помощь по дому. И таким образом вот в течение года студенты общались, взаимодействовали с бывшими узниками. Ну, а результатом стала книга, в которой собраны 20 воспоминаний бывших узников нацизма, которые на тот момент жили на территории Гомельщины. Сейчас, к сожалению, многих уже нет. Для ребят, в свою очередь, такое общение было полезно еще и тем, что это не просто изучение истории по учебникам, а общение с первоисточником, что важно. Итак, уважаемые гости, время итогов. Как на ваш взгляд, каким мыслям должен подтолкнуть зрителя этот разговор в студии? Галина. Это память. Наше молодое поколение должно помнить эти времена, эту победу, которая досталась нам такой непростой ценой, и, конечно же, благодарить этих людей. Александр. Абсолютно верно. Я тоже соглашусь, что основным посылом должна быть память, потому что нацистский режим, он лишил граждан нашей страны основного, фундаментального права человека. Право на человеческое достоинство. А человек, лишенный достоинства, превращается в существо, с которым можно было делать все, что угодно. Его можно было отправить в концентрационный лагерь, можно было использовать его рабский труд, можно было уничтожить этого человека и оставаться безнаказанным. И вот белорусы, которые выстояли в этих нечеловеческих условиях, возродили свою республику, конечно же, имеют право нести всему миру основной посыл. Трагедия. середина 20 века не должна никогда повториться. «Жить, чтобы помнить, помнить, чтобы жить», к примеру, такая надпись встречает посетителей мемориала в Вале. Да, эта фраза очень правильная, но по моим наблюдениям далеко не всегда затрагивает души молодых людей, которые незнакомы или малознакомы с этой историей. Чего не хватает? Мое глубокое убеждение, что история войны, история, во-первых, история войны не должна быть историей каких-то фактов. она должна быть историей страданий людей, она должна быть историей их переживаний. И история вот этих переживаний, она не должна быть идеологией нашей, она должна быть чувствами каждого человека в нашей стране. А чтобы было так, те же молодые люди, когда мы очень любим говорить про воспитание молодого поколения, про их знания истории и сопереживания, они другие сегодня. Они не такие, какими были мы. А может быть, просто у нас было больше вот этой личной истории в нашей жизни, потому что были живы наши бабушки, прабабушки, которые помнили это все. У сегодняшних детей этого нет. Институт семьи сегодня тоже значительно изменился. И всем их по-разному помнят, и по-разному уделяют внимание этим вопросам памяти. Поэтому, на мой взгляд, сегодня очень важно, что еще есть возможность встречаться с очевидцами, слушать их, записывать их воспоминания. Мне многие могут возразить, что могут помнить люди, которым уже за 90, или что могут помнить дети, которые в 2-3 летнем возрасте пережили нацистские преследования, а ведь основная часть узников сегодня это именно вот такие дети. На мой взгляд, не так важно, соответствуют ли их воспоминания фактам, насколько они соответствуют действительности. Мне кажется, что для воспитания, и для более глубокого понимания, для вызова эмпатии, переживания молодых людей важно то, что говорят живые люди. Важно то, как они это чувствуют сегодня. да, может быть, их воспоминания неадекватны тому, что они пережили, может быть, они помнят не всё и не все факты достоверные, о которых они помнят, но важно ведь то, что человек сегодня в этих воспоминаниях живёт. Он это понял в своё время и принял это именно так, и сегодня он помнит это так, он продолжает это переживать. Здесь очень важно не забывать, что люди продолжают переживать ту трагедию, которая произошла с ними 75-80 лет назад. С ними эта боль до сих пор ещё жива, и эти воспоминания живы. И если мы хотим, чтобы наши дети и внуки хранили эту память, значит, нужно давать им живую память, а не только цифры и факты из учебников. Почему же мы пытаемся соединить культуру памяти, сохранение памяти о войне с социальной поддержкой? Да элементарно потому, что мы привыкли понимать социальную поддержку как некую финансовую помощь, некую помощь индивидуальную, реабилитационную, палеотивную, какую угодно, но мы, как правило, не додумываем эту тему до конца, не дотягиваем до того, что на самом деле психологическая поддержка для этих людей как раз заключается в очень большой степени в том, как мы помним то, что с ними произошло. они чувствуют сегодня, они видят, как уходят их соратники, скажем так, товарищи по несчастью, они видят, как быстро уходит их поколение, и они чувствуют вот эту важность, что останется после них, их все больше и больше беспокоит этот вопрос, что останется, как будут внуки, правнуки, праправнуки помнить, и вообще будут ли помнить. у нас, у поколения, которое живет бок о бок с свидетелями тех дней и тех подвигов, есть уникальная возможность сегодня получать действительно правдивую картину тех сложных дней и лет Второй мировой от первоисточника. Итак, это были наши выводы, сделайте свои, на этом ставим точку, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА